Давно ли вы играли в Jill Break? Я вот довольно давно. В году так 2019. И вот спустя 2 года я решил посмотреть как живет этот режим сейчас. Ведь давно о нем ничего не слышно, а онлайн там очень просел. Давайте разберемся что да как. И стоит ли в него вообще играть в 2022 году. Хотелось бы начать с основного, с оформления. Скажу честно, оно выглядит очень старым. Цветы не сочетаются, а по всему экрану напиханы ужасные окна с не менее ужасно подобранным шрифтом. Нет никакого единого дизайна. В общем, оформление тут разочаровало, чего не скажешь об оформлении карты. Да, левел дизайн здесь и вправду хорош. Объекты расставлены правильно. Все находится на своих местах. У большинства зданий присутствует неоновое свечение, которое придает карте яркую атмосферу. Мне очень понравился вид от первого лица в машине. Он сделан просто великолепно. Может эта фишка была и раньше, но я ее тогда не замечал. Иногда можно сесть в машину и просто гонять по карте. За это разработчикам отдельный респект. Выглядит очень круто. Как я заметил, физика машин не изменилась. Машины все такие же картонные. А ведь за столько лет можно было поправить физику. Это печально. А что насчет анимации ходьбы, бега и прыжка. Все тоже плохо. Они здесь стандартны. Неужели такой большой и популярный режим не мог завести свои анимации? К примеру, у Вилтвеста очень много вариантов движения, а здесь до сих пор не завезли. С оружием тут тоже дело обстоят не лучшим образом. Арсенал очень маленький, а модельки так вообще оставляют желать лучшего. Например, так выглядит пистолет. По мнению разработчиков лучше выкатывать частые обновления, где они добавляют машины, которые стоят на 50к дороже, но ничем не отличаются от остальных. Кстати, части тела не разделены по врому. Что голова, что нога, одно и то же. Еще одна неприятная вещь это имбаланс с полицейских при аресте. Для того, чтобы арестовать игрока им буквально не надо ничего делать. А могут они арестовать находясь в 5 метрах от тебя. Даже электрошокер не надо доставать. Еще пару слов о пвп. Оно мне показалось довольно легким, непродуманным и скучным по сравнению с другими режимами. Это еще одна их тех вещей, которая осталась нетронутой за все время в игре. Графика здесь довольно приятная для глаз. По крайней мере, лучше чем эта блевотина Мэтт Сити. Серьезно, там она сделана вырвиглазно. В джилбрейке графика хоть и хорошая, но хорошая на уровне 2019 года. Ведь ничего сверхъестественного в ней не появилось и она уже устаревает по сравнению с другими развивающимися режимами. Освещение и тени сделаны так себе. Все вытягивает это вездесущее свечение. Хотя оно здесь сделано нормально. Модельки зданий, объектов, машин выполнены вполне нормально. Выглядит это минималистично и довольно красиво. Интерьер тоже на уровне. Но единственное, что меня смутило, так это здания в городе, которые похожи на какие-то коробки с ужасными текстурами. И город буквально кишит этими бездушными глыбами. В последнее время крупных обновлений не выходило. Последнее, что помню, это безумно крутое ограбление гробницы, которое я прошел несколько раз с большим удовольствием. Еще можно вспомнить этих ужасных им балансных и неубиваемых собак. Продолжение следует... И вот сколько я раньше не заходил на пустые сервера, их там не было. А сейчас я просто хочу записать материал, но меня убивают за 3-9 земель автокилом. Я смог записать только несколько таких случаев. Сегодня джелбрейку исполнилось 6 лет, но никакого античита нет. А по всему ютубу существует гора туториалов как юзачиты. Очень жалко, что такой крутой в прошлом режим превращается в какой-то адопт ми. И я надеюсь, что разработчики как-нибудь возьмутся за голову, когда увидят упадок онлайна. Ну а у меня на этом все. Да, я знаю что этот говорящий бот сильно раздражает, но скоро я улажу эту проблему. Спасибо за просмотр. Если вам было полезно это видео, то помогите мне пожалуйста продвинуть его лайком и комментарием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok